Привет. Ой, сегодня я помажусь этим. Ой, завтра я помажусь тем. Была какая-то бестолковщина, но мне это нравилось. Ой, под глаза сегодня нанесу это. И на этом все, друзья. Всем привет, друзья. Меня зовут Юлия Великанова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня с третьей попытки я записываю для вас бьюти-видео. В этом видео я расскажу вам о своих бьюти-продуктах, которыми я пользуюсь на данный момент. Кто меня давно знает, тот знает, что я бьюти-голик, что я тратила в свое время кучу средств на кремы, на какие-то штучки новые для лица, по уходу за собой. И я стала этим увлекаться. У меня даже в инстаграме есть один хайлайт, посвященный бьюти-продуктам. Можете посмотреть. Я там рассказывала о всех продуктах, которыми я пользовалась и давала свое мнение. о них. Сейчас, спустя где-то два года, с тех пор, как я увлекаюсь этим, я поняла, какой косметикой я хочу пользоваться, какая косметика эффективна для меня. И я больше не распыляюсь на разные бьюти-средства, на бьюти-продукты. Я пользуюсь уже одними и теми же. И вот, мне кажется, наконец-то пришло время этого видео, чтобы я рассказала о самых-самых эффективных, о самых продуктивных средствах, которые реально работают. Вначале я хочу познакомить вас с одной книгой, которую написала блогерша Caroline Herons, King Care. Называется эта книга. Вот так она выглядит. Я заказывала ее на Амазоне, и могу сделать для вас в описании ссылку, если вы хотите ее приобрести. Она только на английском языке. Эта книга поможет вам разобраться в базовом уходе за лицом. Она рассказывает не только о продуктах, которые она рекомендует, но и о структуре лица, о разных болезнях кожных и о том, как эти болезни лечить. Ну, естественно, она советует обращаться к врачу. Эта книга, я считаю, база, которую должна знать каждая девушка, которая хочет, чтобы ее кожа была здоровой. Ну что, а теперь приступим к моим продуктам непосредственно. У меня образовалась вот такая корзина с продуктами, которые я использую. И на этом все, друзья. Я больше не использую миллион средств, которые раньше у меня были. Я такая, ой, сегодня я помажусь этим, ой, завтра я помажусь тем, ой, под глаза сегодня нанесу это. И просто была какая-то бестолковщина. Ну, мне это нравилось, потому что мне нравилось пробовать что-то новое, смотреть, как это будет работать и так далее. Сегодня я поняла, что для меня эффективна именно вот эта корзина. И сейчас я вам о ней расскажу. Начнем с очищения лица. Если вы плохо очистили лицо, то когда вы наносите крем, он смешается с грязью и эффекта не будет. Для очищения у меня вот такое средство от Fresh, Soy Face Cleanser. Мне кажется, это оптимальное средство вообще для всех типов кожи. Оно мое любимое, еще и потому, что оно невероятно вкусно пахнет. Что невозможно сказать о вот этом средстве. Nova Expert. Это средство пахнет отвратительно, но на любителя. Возможно, вам понравится. То есть это средство вам понадобится, если у вас проблемы с кожей. Fresh прыщи вам не вылечит. Если у вас отличная кожа, покупайте Fresh. Если у вас какие-то высыпания, то этот гель с салициловой кислотой, он должен улучшить воспалительный процесс, так сказать. Поэтому у меня два средства на хороший случай и на не очень. Также три раза в неделю я пользуюсь энзимной пудрой. У меня только что закончилась пудра от Babar. Я ее покупала в Саратове, точнее в Энгельсе, ровно год назад. И за год она у меня закончилась. Сейчас я планирую купить, может быть, другой фирмы энзимную пудру. Или от Barbara Starr, или от Dermalogica. Чем хороша эта пудра? Она, как сказать, exfoliating skin. Но я не знаю, как это сказать по-русски. То есть убирает омертвевшие клетки. Вообще косметика Babar мне очень нравится. У меня были от них ампулы, но это уже другая история. Это история о том, когда я пыталась попробовать какие-то продукты. Безусловно, вы можете покупать дополнительные какие-то штуки, но когда у вас уже устоялась ваша линейка продуктов, которыми вы довольны, которые реально работают. И еще один продукт для очищения, который у меня есть, это молочко от Biologique Recherche. Это молочко, которое несет кислород в вашу кожу. То есть начищает ее кислородом. Вообще линия Vip Odoo, она, точнее, рекомендована для людей, которые курят, которые живут постоянно в крупных городах, как Москва, Париж, Нью-Йорк, которым не хватает свежего воздуха, у которых цвет кожи недостаточно свежий, а более, знаете, приближен к землянистому какому-то оттенку. Вообще мне нравится эта линия, потому что она улучшает цвет лица в плане высветления. Мне нравится, что после нее кожа намного белее, намного свежее. Очищаю лицо этим молочком, а потом уже иду в душ и умываюсь одной из умывалок, либо же энзимной пудрой. После всех умывательных процессов мы переходим к тоникам или лосьонам. Сейчас я не пользуюсь никакими тониками, хотя раньше в моем фаворите был тоник от этого же бренда Fresh. Он до сих пор мне очень нравится. Просто сейчас я для себя выбрала совершенно другой подход к уходу за лицом, и это кислоты. На утро у меня вот этот лосьон, который называется Biologique Recherche P50W, он самый легкий из всех линейки лосьонов Biologique Recherche. Тут самая минимальная концентрация кислот, поэтому я его использую утром в зимний период. Если вы где-то отдыхаете, будьте аккуратны, потому что солнечное излучение очень активно влияет на вашу кожу, если вы используете кислоты, и вы можете получить ожог. Кислоты, особенно обильную концентрацию, их мы используем только в зимнее время, в осеннее и в раннее весеннее время. Поэтому на вечер у меня более активная концентрация кислот. Вообще на вечер всегда используются наиболее активные кремы и средства. Все самое такое, тяжелая артиллерия, чтобы за ночь, пока вы спите, все это прекрасно работало в темное время суток и не было никаких ультрафиолетовых проблем. Итак, на ночь у меня лосьон самый мощный из линейки Biologique Recherche. Этот лосьон самый мощный, потому что он также помогает бороться с акне, и он сужает поры. Если вы реально попробуете эти лосьоны, вы не узнаете вашу кожу, я вам клянусь. Далее, после лосьона у меня идет крем, вы не поверите, и на этом все. То есть, если раньше у меня была сыворотка увлажняющая, дальше гиалуроновая кислота, дальше витамин С, потом я думаю, почему у меня забиты поры и куча прыщей, почему я на ночь использую жирный крем, а встаю с прыщами и забитыми упорами. Потому что иногда обильное количество всего до хорошего не доводит. И иногда нужно остановиться в том, чтобы пробовать что-то новое, а уже реально, как я сейчас наконец-то, понять, что тебе нужно. Крем, опять же, от Biologique Recherche, который называется изоплацента. Это их обновленный вариант плаценты. У них всегда был в линейке плацента. Этот изоплацент, он обновленный, бренд растет, бренд развивается, делает что-то новое. Вот, посмотрите, как он выглядит. Вообще все продукты от Biologique Recherche пахнет очень специфически, но мне невероятно нравится, вот правда. Крем этот недорогой, самый дешевый, кстати, в линейке Biologique Recherche. Он стоит 50 евро, как-то что-то такое, 53 по-моему. Он не настолько круто увлажняет, поэтому вы можете использовать дополнительно какие-то маски или, может быть, сыворотки. Но для меня сейчас особо увлажнение не принципиально. Вот как-то я так себя чувствую, поэтому я не использую пока никаких дополнительных сывороток. Только одну маску и вторую маску, о которых сейчас вам расскажу. Этот крем, он, во-первых, матирует лицо, но в хорошем смысле. Не в том, что в нем какие-то специальные ингредиенты, которые матируют лицо искусственным путем. Это очень плохо, и об этом в этой книге тоже сказано. Этот крем также помогает бороться с воспалениями, высыпаниями, то есть он успокаивает в прямом смысле вашу кожу. После крема обычно вы намазываете что-то под глаза. Сейчас я ничего не намазываю под глаза, у меня как бы ушел этот бзик от того, что под глаза должен быть специальный крем, поэтому я намазываю под глаза либо этот крем, ну заодно, хотя тут сказано избегать контрглаз, но поверьте, со мной ничего не случилось. Либо лосьон тоже могу под глаза, но он, кислоты, они омолаживают кожу, соответственно и морщины под глазами тоже будут уходить благодаря кислотам, хотя тут сказано нужно избегать, но не нужно. Под глаза я иногда накладываю патчи утром, вот они увлажняющие, это патчи для мужчин от бренда Patchness. Я их покупаю в аптеке в Париже, они достаточно дорогие, 12 евро за 5 пар, но есть, конечно, и дороже патчи, например, Shiseido там вообще, но эти такие базовые патчи по такой средней цене, хотя это считается дорого, но я их использую только в крайнем случае перед работой, перед съемкой, чтобы выглядеть достойно. И если мы говорим о масках для лица, последнее время я оставила только 3-4 маски для лица, хотя раньше, вы не поверите, у меня было их куча. Сейчас это 4 маски, и пятую я бы добавила, но все никак на нее не накоплю, а пользуюсь разными пробничками. Знаете, когда я хожу покупать Беложик Решерш Лосьон, то я прошу, чтобы они дали мне маленький сэмпл маски, и этой маской я пользуюсь потом где-то еще неделю, а они дают не один сэмпл, а могут дать 3, поэтому я как бы вот и не покупаю эту маску. Это маска Vip O2 от Беложик Решерш, которую я очень хочу купить, она стоит 120 евро. Но в приоритете для меня другая маска от Беложик Решерш, это маска Верникс, которая стоит также. Вот. Я эту маску обожаю, это уже моя третья бутылка, баночка. Почему она мне нравится? Потому что это маска-крем, она очень густая, и когда я прихожу домой после работы, когда я работаю весь день в маске для лица, это ужасно сушит и травмирует кожу. Но эта маска просто одним применением, она ее вылечивает. Вообще, она работает как, и я так как покупаю эту баночку уже третий, четвертый раз, она просто у меня номер один. Она очень классная, она мне очень помогает. Мне кажется, это просто со-средство для всех моделей, у кого какие-то проблемы с лицом. Прыщи, сухость, высыпание, dehydration, что угодно. Эта маска, она просто спасение от всего. Следующая маска, которая для меня открытие века, это очищающая маска от Glam Glow, Super Matte. О ней, кстати, очень много блогеров говорят, моих любимых, которых я смотрю. И у одной из них, она так и не рассказывала, что я решила попробовать, и действительно, я в нее влюбилась. Она реально как бы высасывает всю грязь из вашего лица. И кто бы не говорил, что будьте с ней аккуратны, она вызывает ожоги. У меня она не вызвала ни разу ничего. Хотя у меня гиперчувствительная кожа, склонная к покраснению, прыщам и вообще всему, чего только можно. Эта маска, она для меня как, не знаю, как золотой ключик для Буратино. Правда. То есть, она сушит, конечно, кожу, поэтому потом желательно использовать что-то увлажняющее. Либо крем, такой более насыщенно увлажняющий, да. Либо маску потом использовать. Я реально в восторге от этой маски. Что как раз говоря о увлажняющей маске. У меня это две маски на данный момент. Первая это тканевая маска от бренда Талика. Она стоит где-то 6,50 евро в аптеке. Это маска, чтобы быстренько увлажнить лицо перед работой или перед каким-то мероприятием. У Талики я покупаю несколько вариантов. Это, например, Anti-Age. Также я люблю простое увлажнение. Будет Hydra Tant. И люблю Brightening. То есть, маска для сияния кожи. Вот. Еще одна маска открытия для меня. Это маска от Herbarian Sleeping BB Mask. Я ее использую как увлажняющую маску после Glam Glow. Она дает эффект baby skin. И это правда. Она очень нежная, очень классная. И когда я буду летать, я ее также буду намазываться в самолете. Потому что она прозрачная. В самолете я всегда пользуюсь масками, чтобы у меня не пересыхала кожа. Чтобы после самолета я по-прежнему выглядела на все 100%. И еще один продукт, который я использую после всего этого ухода. И это тоже относится не только к декоративной косметике, но также и уходовое средство. Это два BB крема от этого же корейского французского бренда Herbarian. Это BB крем Nude и CC Red Correct. Когда у меня все плохо с лицом, я использую CC Red Correct. Это крем с зеленым пигментом. Видите? С зеленым пигментом, который убирает красноту с кожи. И он реально работает. Он делает кожу матовой и убирается недостатки. В общем, когда у меня кожа красная, уставшая, прыщавая, то этот крем это просто спасение. А вот этот крем, он сейчас на мне. Это BB крем Nude. Я его использую, когда с кожей все хорошо. Ну прям вот чуть-чуть. Особенно, когда на улице солнце. Потому что тут содержится 25 SPF. То есть он защищает еще и от солнца. Вот так, друзья. Я надеюсь, что вам понравился мой обзор. На данный момент это самые эффективные средства, которые я для себя открыла. И пока менять эту рутину я не собираюсь. Возможно, в следующий раз я добавлю какие-то мейк-ап продукты, которые я использую. Добавлю крем для тела. Я о нем тоже не сказала. Потому что я все-таки люблю пробовать новые. Если лица я более-менее устаканилась в выборе. То что касается кремов для тела, для рук, средств для волос. То тут я уже оставляю себе право пробовать что-то новое. Потому что тут, мне кажется, можно рискнуть. Можно поэкспериментировать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если вам полезно было это видео. Я могу оставить ссылки на все эти продукты в описании, чтобы вы посмотрели. И цену, если я что-то не сказала. Где это можно все купить. Многие средства, как Эрбориан, можно купить в России. Беложик Решерш можно купить в Москве и Санкт-Петербурге. И заказать оттуда. Косметику Бабар можно купить на сайте Элен Монасир. Всем известная бьюти-секта. Я думаю, все это вполне можно найти в России, если только захотеть. Ну все. Целую, обнимаю. И увидимся в следующих видео. Чао! Заммм! ay